МЕХАНИЗМ ЗАРЯЖАНИЯ Он мало того безумно дорогой, стоит почти как Лев 12190 золота, а при этом в нем нету никакого дозаряжания, заряжания и вообще хоть сколько-нибудь чего-нибудь, чтобы его выделяло в плюс на фоне остальных. Но времена меняются и вы только зацените, что сейчас можно попробовать на тестовом сервере патча 1.3. Данный танк обзавелся самым настоящим механизмом заряжания. Причем до того интересным, и об этом мы сегодня в видео поговорим, что я боюсь данный танк будет любимцем многих. Потому что в отличие от любого другого барабанного танка в нашей игре, для премов это вообще редкость, а то, что это бронированный барабанщик, так вообще. И самое сложное в этом всем для меня лично, это разобраться на тестовом сервере в том, хороший ли этот танк на самом деле, или только мне это показалось. Потому что по некоторым моментам у меня есть сомнения. В общем, все это мы в видео обсудим. Ну а вы, дорогие мои, в комментариях, придерживаясь какой-нибудь той или иной стороны, выскажитесь, что вы об этом всем думаете. Итак, без дальнейших прудисловий, давайте приступим к самому интересному. Посмотрим на машину в ангаре, что интересного в ней есть сейчас, какие цифры новые появились, и уже наконец будем предвкушать. Механизм заряжания здесь похож на итальянский, который мы уже в игре видели, но только он немного наоборот устроен. У итальянца, когда ты разряжаешься, последний свой снаряд выстреливая, то перезаряжается следующий дольше всех. А самый верхний, когда барабан еще не пустой, перезаряжается быстрее всех. А здесь наоборот. То есть ты до дна разряжаешься и дальше с максимальным ДПМом стреляешь. То есть 12, 15, 18, а не наоборот, как у каких-нибудь там этих итальянцев. Но зато у итальянских танков можно поставить досылатель, а у нас только вентиляторами, пайками и боевым братством можно это ускорить все. Но если мы поставим максимальные все моменты, то вот что получается. И 10, 6 это самый последний снаряд, 13, 2 это второй, и 15, 9 зарядка самого последнего третьего снаряда в барабане. У нас их получается здесь 3. Если посчитать ДПМ, а вот здесь интересно, представьте ситуацию, когда мы зарядились, перед нами появился враг, и мы начинаем. Каждые 3 секунды мы стреляем, пока барабан не пустой, и потом заряжаемся 12 секунд. Получается мы успеем сделать 7 выстрелов в минуту и нанести 2730 урона. А с максимальным этим всем фаршем мы успеем сделать 8 выстрелов и нанесем 3120 урона в минуту. Вы только представьте, что этот танк способен делать, когда его допустим поджали, а он весь заряжен. Он на максимальной огневой мощи огрызаться может как никогда. Интерфейс дозаряжания целиком и полностью похож на итальянские все циферки. То есть мы видим анимацию загрузки снаряда, как только он становится зелененьким, загружается следующий. Если мы само собой выстрелим, пока у нас второй не дозагрузился первым, то перезарядка сбрасывается и начинает заряжаться опять первый. Ну, то же самое, как у итальянцев, только разница во времени заряжания. У нас перезарядка всего этого механизма заряжания полностью, если танк не имеет никаких модулей вкачанного оборудования, занимает 45 секунд. А на полном фарше 39,7. Давайте я еще раз объясню, может быть не было понятно с первого раза. У итальянского танка, у любого с механизмом дозаряжания, максимальная скорострельность тогда, когда весь барабан у него загружен полный, а ты стреляешь только верхним снарядом, не трогая остальные. А здесь наоборот. То есть, выезжая на врага, ты выдаешь ему раз, два, три, и заряжая каждый следующий, ты на максимальном ДПМе. То есть, это тот барабан, который максимально понятный, интуитивный и легкий. Даже вполне можно назвать его барабан для, ну, не то что для дурака, но барабан для танков, для самых ленивых танкистов. Когда тебе не нужно самому руками решать, заряжать или недозаряжать, думать о том, каким снарядом стрелять сейчас или потом, ты просто увидел врага, раздолбил в него все, что в ТБ заряжено, заряжаешь следующий и долбишь, пока враг еще с тобой рядом. Врага нету, пока ты куда-нибудь переезжаешь, танк довольно медленный и время много занимает всякие там эти маневры, ты заряжаешь себе спокойно дальше, не нажимая никаких кнопочек. То есть, проще танка, наверное, не сыскать. И по иронии судьбы, вот обычно всегда были деды, да, советские танки самые простые, топорные, где вроде бы броня и хорошие пушки, хоть и косые, и ты вот с этого дырна едешь, раздаешь. И это вот самый классический пример вот этой игры. То есть, ну, незамысловатый абсолютно. И именно это, я считаю, очень хорошо. То есть, именно это делает танк по-настоящему удобным, легким, простым для любого игрока, в том числе начинающего. В отличие от тех же итальянцев. На те танки без сноровки, опыта и вот всего этого вот лучше не садиться, он тебя не порадует. А на этого рубаху вполне. Ну, то есть, здесь ничего такого нету вообще. Тут задумываться до заряжания не приходится. Ты просто едешь, увидел Красникова, как говорится, по классике, пущ-пущ, пульки кончились в барабане, жди дальше, играй как на обычном диде. Ворогов нету, дозаряжайся и лови следующего. Совсем недавно был турнир, один на один, помните, от Ростелекома многие играли. И, оказывается, был бы танк этот тогда, ох, он бы там задал жару бы всем. Он далеко ведь не у каждого есть. Вообще, кстати, слово забавно, 27 тысяч игроков всего лишь его купило. И когда-то мы над ними, над всеми смеялись, мол, купили один из самых конченных танков в игре, ха-ха-ха, коллекционеры. А, оказывается, это были самые прозорливые люди во всей игре. Потому что данную машину, я не знаю, когда там они будут продавать в Wargaming, на тесте пока обкатывают, еще, может быть, 7 раз понерфят или апнут, пока неизвестно. Это же тестовый сервер, как обычно, всякое может быть. Но просто сам факт, что если он у тебя уже есть, я уверен, что его заменят просто вот потому что. Просто заменят. Ты купил какого-то гадкого утенка, потерпел, бац, тебе через некоторое время его супер-мега апнули. А вот КВ-5 ИС-6 на месте этого танка, наверное, от зависти лопнут. Ну, и все владельцы, само собой. Ну, так вот, в общем, противостояние один на один. У нас же ХП много, 1550. И представляете, если сотка один раз промахнется или не пробьет, а здесь такие варианты возможностей, все-таки дед, всякое бывает, то ты спокойно выигрываешь любое противостояние один на один. А если будешь порасторопней, то даже, может быть, и без этих условий тоже тебе удастся выиграть. В общем, масса плюсов. Мало того, у танка еще основной снаряд подкалиберный. Я тут местами поменялся кумулятивы, не путайте. Дело в том, что подкалиберный он летает 1400 метров в секунду. Это лазерный снаряд практически. Упреждения брать никакой не нужно. То же самое, любишь играть на М4А1 Револу Резе. Вот он, танк такой же, в смысле удобства стрельбы. И все в нем здорово. Это чудесная, хорошая новость. И еще, уверен, на нем будет довольно интересно играть. При том, что он вроде бы тяжик и такой медлительный, кажется скучный. Но нет, с этим дозаряжанием ты постоянно играешься, постоянно подлавливаешь кого-нибудь, кто об этом еще не слышал. И веселишься, развлекаешься. Да не фармишь. Ну, фармит он неплохо в целом. Но если он такой хороший и без дозаряжания, почему же у него такая донная остатка? Вот, хороший вопрос, да ведь? Вот так вот смотришь, ну вот хуже не найдешь. Ну, это не то, что вы самый плохой танк. Поймите, если бы он был у всех, это был бы самый плохой танк. А так он у единиц, поэтому его процент побед там где-то 48-49 плюс-минус. Короче, не выдающийся далеко. А чудеса никаких на самом деле-то и нет. У танка время сведения 3,4 секунды. То есть, пока ты на врага смотришь, сводишься, он уже два раза в тебя выехал, выстрелил и уехал. А ты до конца не свелся, поэтому не попал, промазал с любых дистанций практически. К счастью, на тесте время сведения у танка сделали 3 секунды. С этим лучше играется. Но сделай 2,5 будет так, как надо. 3 это тоже, конечно, немало. Точность осталась у него 0,46. Это одна из худших точностей на 8 уровне. У танка удельная мощность 10,6. Тоже один из лучших показателей. Он не едет практически. Обзора нет. 350 метров. Углов склонения пушки нет. Но пушка гнется на 5 градусов. Любой рельеф для нас это проблема. Непроходимая чаще всего. И вот все хреново. То есть, с одной стороны, я с чего начал, почему я до конца не уверен в том, что это реально хороший танк. Потому что у него все здорово, когда ты про заряжаться говоришь и прострелять про скорость пульки. А как ехать, светить, маневрировать или играть в какие-то там рельефные вот такие вот перестрелки, то там все прям в печали. И это танк компромиссов, какой любой другой, блин, в игре. С одной стороны, у тебя гора плюсов. С другой стороны, охапка минусов. И до конца ты не можешь решить для себя, тебе это нравится или раздражает. И вот с этим вопросом, друзья, мы, наверное, и остановимся. Потому что сейчас на тесте я не могу нормально с этим разобраться. Во-первых, он лагает дико, внезапно фпс становится 30, не с хрена вообще. И комп тормозит, играть невозможно. И мы дождемся, пока все это пройдет. Танк выйдет на основу. И вот там уже окончательный вердикт сделаем. Ну, а я вас приглашаю в комментариях всю эту историю обсудить. На сегодня у меня все. Хороший богов не наиграл по причине, потому что невозможно на тесте пока играть. Подождем, увидим. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал и жмите лайк. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok